Вот, можно сказать, и последний этап моей подорожи из Львова до Киева. Водрізок траси из Житомира до Киева. Зараз еду до объездної Коростичева. Цікава вона тим, що в відрізку, который сейчас начнется, люди продают очень много разных дарьев природы. Веники для баньки, гриби, сушені, закатані гриби, чорницю суху продают. Тобто все, что можно тут и по лесу, найти в лесу, все те люди продают и как-то этим собі допомагают в житті. Зараз как-то не много этих людей. Бачим, что много таких пустых мест их продаж. Но все-таки, 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 місто это, власне, очень популярно тем, что можно купить разные вещи. Житомирщина – это, власне, леси. Вздох цієї траси небагато селищ. Въезжая уже до Киевщины, там уже начинаются больше такие поселенные. С левой стороны мы видим ракеты, символ Житомирщины. Въезжаем из Житомирщины. И с правой стороны мы видим, что въезжаем в Киевскую область. Этот отрезок Киевской области. Он является очень сильным местом сейчас. Потому что здесь происходят боевые действия. И эти боевые действия были связаны также с смертью большинство людей, которые их расстреляли, выезжающих машинами в направлении Житомира, которые хотели эвакуироваться из Киева, также из этих мест Гостомель, Буча. И, вернувшись из этих мест, они эвакуировались этой трасой и были расстреляны расистскими окупантами. Еще весною этой дороги не можно было проехать. Также было много уничтожено техники, військовой и гражданской техники. Надо было ехать с Мийкой по этой дороге. Сейчас эту технику уже прибрали. Есть только несколько машин сгорелых. Также мы видим руйнувания, которые знали. Инфраструктура. Дорога, где будет видно новый асфальт, або залатаны дырки. Это, власне, там были рештки от воронок. Там рештки от воронок. И, по-другому, там были штыки от воронок. И, по-другому, там были штыки. И, по-другому, мы видим домовки с левой и с правой стороны. Мы проезжаем поворот на Макарево. И, по-другому, там было много заправок с левой стороны. И, по-другому, там было много заправок. И, по-другому, там было снищено. Деякие уже восстановили свою работу. И, по-другому, еще потребуют ремонту. И, по-другому, мы видим дырки в щитах. Там есть звуковые. И, по-другому, там был прольет пешеходного моста над трасой с левой стороны. И, по-другому, нужно посмотреть с левой стороны. С левой стороны, с правой стороны. И, по-другому, будет видно эти снищенные здания. О, как сейчас с левой стороны. Вот эта заправка ОКО. В Калинівці она также была снищена. Не совсем, но не работала. Как с левой, так и с правой стороны. Но достаточно быстро восстановилась. Великая корпорация. Дыры в щитах. Мы видим антизвуковые щиты. И, по-другому, в Германии. И, по-другому, в Германии. И, по-другому, в Германии. Костина битву знищена, нам и не будет так очень хорошо видно. Таким без проблем обгоняю тиры. Вот как и другие легковые автомобили. Так что по трасе ехать можно. Вот с левой разрушенный дом. С правой стороны также видно. Новый асфальт. Это означает, что тут были очень сильные ямы, от взрывающихся снарядов. Приехал бус с червоним хрестом. Найсвидше это бус, который вывозит загиблих из передового. Перевозит их просто в место. В родные места. Где? В коллеги, бейцы. Перевозит так званый ГУЛ-200. С правой стороны. Салон продажи мототехники. Там также тракторы продаются. Все эти стекла вылетали. Тракторы даже не пострадали. Гурл-200. С правой стороны сейчас. Бачим пологовый дом. Адонис. В который попали два снаряда. В принципе. Бачили кり möjности этих снарядов. Також проезжаем под неиснуючим уже пешеходным мостом и бачим також на асфальте следы от разорвавшихся снарядов. Продолжение следует... С правой стороны бачимо спалений монтажный автомобиль, легковушка біля нього. Зараз їх вже трошки відтянули на бік. С левой стороны бачимо будинок багатоповерховий зі спаленим дахом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...